Меня очень, как маму, как родителя, интересует вопрос школы. Идёт спор между родителями. Идти ребёнку в школу, не идти. Маски, антисептики надо, чтобы у них были с собой. И, как любого родителя, меня интересует ваше мнение. Я наблюдаю на реакцию людей. Ну, люди разные. И как некоторые у нас тут так называемые оппозиционеры начали подписывать в отдельных там бандитских этих телеграм-каналах, в жёлтой прессе, вот Лукашенко отказность пероклав на родителей. Слушайте, ну, дикость полная. Я, наверное, излишне беру на себя ответственность. И я на себя весь этот груз, который есть, возложил. Хотя многие мне говорят, это президентские выборы. Да не надо впереди лошади бежать. Я говорю, я же президент пока. Как не надо? Я за это отвечаю. Всё равно возложи ответственность, не возложи. Вы всё равно с меня спросите. Такая практика у нас уже в стране. Кто виноват, не виноват, это президент. Поэтому я занимаюсь этими вопросами. Я честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул. Но мы изучили мнение, хотят на неделю продлить. Ладно, я продлил, но сказал, что я категорически против. Сейчас я вижу по ситуации ноябрь, декабрь и до конца марта. Ну, сейчас сдвинулось немножко. У ОРВИ у нас уже почти на нуле. Даже в Северной Витебской области в ноль вышли. Это то, чем болеют обычно наши дети. Что касается этого вируса, оценивая всё, докладывали мне, изучали мнение, я принял решение, что надо начинать ходить в школу и учиться. Но как? Я же понимал, что многие сразу детей не отправят в школу. Хорошо, настаивать не будем. Ну, нельзя, это его ребёнок. Я как отец это понимаю. Потихоньку надо в течение недели втягиваться в этот процесс. Вы сказали, что ученикам надо маски, гели в школу носить и так далее. Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски одевать, особенно в школе. Такого требования не было. Если где-то это есть, или, слушайте, я смотрю по телевизору, значит, ну, детей меньше в классе, по одному сидят на этой парте. Ну, это показуха, это очковтирательство. Ну, перемени, они там бесятся, все в кучу кувыркаются. Что ты их посадил на этот урок один от другого на расстоянии? Вот он их спасёт. Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. И потом, я не знаю, ну, может, два-три дня каждый в кабинете, класс там, не выходя. Это глупость, не выходя. Нельзя в классе в одном помещении держать детей. Они должны выйти на коридор, чтобы проветрить помещение. Если мы сквозняки устроим, мы детей простудим. Некоторые же дети и со слабым иммунитетом есть. Короче, школа ответит за этих детей, если они простудятся там сполна. Всё просто. Дайте детям возможность работать, жить и учиться так, как это было до каникул. Вот моё единственное требование. Поэтому, если там кто-то упражняется, это уже, скорее всего, самодеятельность. Ну, а то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, за это они ответят. Продолжение следует...